Да Толик придурок! Не, ну он говорит, давай экстрасенсами работать, разбогатей. Я говорю, а что делать-то? Ну что делать, будем женам мужей возвратить. Я говорю, ну двоих мы вернём. Ну нас же опять выгонят. Не, нас возвращать не будем, кому такое дерьмо нужно? Бум чужих. Ну короче, посидели с ним это, покумёкали, повесили объявление. Только повесили, прибегает одна, протягивает фотокарточку, говорит, верните ненаглядного. Толик фотокарточку взял, понюхал. Говорит, аура хорошая. Придурок, где таких слов понахватался? Возвратует 500 рублей. Клиентка тут же из сумочки на стол 500, хоп, Толик говорит, возврат 500. А чтоб остался 1000. Клиентка тут же из сумочки 1000 на стол, хоп. Я говорю, а чтоб и полюбил полторы. Вот я за такие деньги сама, кого хочешь полюблю? Я говорю, ну тогда давайте адрес. Где его искать? Ну короче, ушла, она взяли, мы с Толиком инструменты, он трубу, я кирпич. Подкараулили этого ненаглядного подъезда, говорю, значит так, выбирай. Или ты возвращайся к жене, или к полюбовнице, но инвалидам. К жене. Я уже так соскучился по этой кикимори, что я задушу в своих объятиях. А на следующий день о нас уже слух пошел. Не успели мы опохмелиться. Прибегает такая выдра. От нее не то, что муж тараканы сбегут. И говорит Плаксиво, адрес такой-то, зовут Владиленом. Ну взяли мы с Толиком инструменты, он трубу, я кирпич. Подкараулили этого ненаглядного. А оттуда выходит такой амбал. Три метра в высоту, четыре в ширину. Я его на всякий случай спрашиваю, может вы не Владилен? Владилен. А вы кто такие будете? Толик говорит, дерьмо. Это есть экстрасенсы мои. Судьбу предсказывают. Амбал говорит, ну какая у меня судьба. Толик говорит, хорошая. У вашей жены богатый дядя в Америке скоро помрет и оставит ей состояние. Амбал говорит, ну дядя в правду есть. Он такой жмот, что будет жить нарочно до 100 лет. Я говорю, ну в том-то и дело, что ему уже 99, и у него второй день повышенная температура. Амбал говорит, какая? Я говорю, 101, у него уже с ушей пар идет. Ну короче, амбал к себе домой, мы к себе. А у нас у дома уже вот такая очередь. Одна тетка бухается на колени, говорит, верните ненаглядного. И пачку долларов на стол, хоп! Толик говорит, где он? Тетка говорит, на кладбище. Толик говорит, это не в наших силах. Клиентка тут же из сумочки, еще пачку долларов на стол, хоп! Толик говорит, попробуй. Ну ушла она, столик взял фотографию. Говорит, слушай, у меня в театре гример есть знакомый. Попробую. Ну поехали мы с Толиком в театр. Гример намазал ему морду так, что Толик встал, вылитый покойник. Говорит, слушай, а если голос не похож? Говорит, ну скажем, что простудился на том свете. Поехали мы с Толиком к ней на работу. Она, как Толика увидала, сразу в обморок бухнулась. Мы ее подхватили и к ней домой. Открываем дверь, а там ее муж сидит. Не, ну он, оказывается, на кладбище в конторе работает. И вот так встал, и я сейчас из вас своих клиентов сделаю. Толик говорит, как и таких. Говорит, покойников. Ну мы деру, а у нас вот дом уже очередь до перекрестка. И первой в очереди Толика жена. Ну, Толика слезы за глаза навернули. Говорит, вот, значит, и я кому-нибудь нужен. Стер он грим, жена ему по морде. И хоп! Говорит, экстрасенсом работаешь, а алименты не платишь. Говорит, у меня детей нету. Зато у меня уже четверо. В общем, бросили мы с Толиком это дело, потому что у нас в стране честному человеку разбогатеть. Очень трудно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ